Могут ли мужчины бояться принять благодарность, любовь и как следствие вести себя непредсказуемо, даже неадекватно, чтобы спровоцировать ссору и обиду гарантированно? Могут, они могут не только делать это на подсознании, а могут делать это вполне сознательно, вообще я вам скажу, это такая в некоторых семьях прямо русская народная забава, спровоцируй для того, чтобы иметь полное основание думать о нем так, как ты хочешь думать, понимаете? Вот чтобы внутри работу не проделывать, проще сделать так, чтобы человек показал себя с худшей стороны, например, потом сказать, ну вот видишь, да, вот видишь, вот как с тобой разговаривать? И иметь вот с чистой совестью полное основание уйти за дверь, вот даже так бывает. Ну это вот тут не торопитесь увлечать, потому как иногда это правда, но иногда в консультациях я наблюдаю, что это просто ход конем. Поэтому не только сознательно, не только бессознательно, но и сознательно люди делать это могут. О чем это говорит? Это говорит о том, что у человека закрыто сердце. Это касается мужчин, это касается женщин. Когда приходит благодарность, себя-то вспомните, да, кто из вас прям легко-легко принимает комплименты, это же тоже проблема. Мы их хотим, но когда нам оно приходит, мы начинаем такие мочить корки просто, то оно как бы и старое-то платье, да как бы и нет, я просто не выспалась, да нет, не надо ничего, все хорошо, и вам тоже спасибо, да, и вы хорошо выглядите. То есть мы стараемся побыстрее с этого места соскочить любым доступным способом. О чем это говорит? Сердце закрыто. Это смотрите, если вы попросили мужчину о чем-то, он это сделал, вы его благодарите и при этом видите такую реакцию, сейчас скажу главное, она не должна мешать вам продолжать просить и благодарить, просить и благодарить. Потому что вы это делаете не столько для того, чтобы он, ну как бы взял благодарность и вы видели, как теперь он благодарен, потому что вы благодарны, да. Нет, это ваша история закрывается вашей благодарностью. Вы попросили, получили, поблагодарили, вы отправили, все, ваша история, то есть ваши границы здесь закончились. Дальше его история начинается. Вы можете наблюдать, как он к ней относится, к этой благодарности, какие у него там внутренние процессы могут там происходить и так далее. Участвуете вы в этом, не участвуете, это уже второй вопрос. Но это не означает, что надо перестать благодарить, испугавшись или, упаси господи, обидевшись. Что это наша работа, попросила, получила, приняла, поблагодарила. Что он с нашей благодарностью делает, его дело, его история, его судьба, закрытое сердце по каким-то причинам, прошлый опыт, мама потрудилась, еще там какие-то истории. Вы вообще, ну как бы не в курсе, не в теме часто бываете. Вы просто наблюдаете, что происходит. Поэтому вижу ваши плюсы. Если отвечать коротко, могут ли, могут. И я объяснила, собственно, почему.